Утро второклассника Семена начинается неспешно. Потянуться, поворочиться и вспомнить, что первым уроком математика. Всех гранитов науки зубами не угрызешь, но собираться в школу надо. Главное – основательно собрать рюкзак. И пока наш герой задумчиво шагает навстречу знаниям, он и не догадывается, что в его гимназии уже вовсю кипит работа. Уже с шести утра в школьной столовке сверкают белыми колпаками старательные повара. Нужно замесить тесто на хлеб, нашинковать картошки для щей, заготовить основу творожной запеканки. И это далеко не весь список блюд на учебный день. А ведь готово все должно быть к звонку и на пару сотен порций. Труд повара – это очень тяжелая работа и профессия. У нас нужно определенный набор блюд приготовить к определенному времени. И мы не можем оступиться, опоздать. Прежде чем обед попадет вурчащий животы школьников пройдет немало важных этапов. И первое – это разработка меню. Его для 80 школ города продумывает на неделе вперед комбинат школьного питания «Глобус». В списке нельзя найти вредных, чрезмерно жирных блюд. Никакого фастфуда, только полезные и сбалансированные по белкам, жирам и углеводам порции. Мы каждый день даем разнообразные виды продуктов. Поэтому и составляем заявку для поставки сырья разнообразную по дням недели. То есть у нас может быть один день молочный, один день блюда из рыбы, другой из птицы, мясные блюда. Исходя из меню, нужно рассчитать количество продуктов для школ и подать заявку поставщика. Например, в четверг по расписанию запеканка. Значит, на школы надо закупить около полутора тонн творога. Комбинат заранее отправляет заявку на сырье и сообщает дату доставки. Продукты с коротким сроком годности поставщик привозит строго за сутки до готовки на склад комбината. Мы проводим первый входящий контроль за сырьем. Мы смотрим по документам, по гранитической, по весу. Затем, если у нас контроль обеспечен входной, мы берем, у нас есть разнарядка, как вы понимаете. Мы эту разнарядку применяем, уже раздаем это большое количество творога по пищеблокам. То есть идет входящий контроль сырья уже на пищеблоке. И только после всех проверок продукты отправляют по школам, где повара готовят знакомые всем блюда. Но и это не конец пути. Выдачу готовой пищи проводят только после снятия пробы и записи в бракиражном журнале результатов оценки. При нарушении приготовления пищи комиссия обязана запретить выдачу блюд учащимся, направить на переработку, а при необходимости на исследование в пищевую лабораторию. Но такое случается крайне редко. Пробы взяты, блюда готовы. Подоспела и творожная запеканка. На выпекание уходит 40-50 минут с учетом, чтобы разогрелась пара конвектомат. Всегда все свежее. Делаем мы ее утром рано. Приходится приходить пораньше для того, чтобы приготовить запеканку. Используем молоко, творог, яйца, масло сливочное, сахар. Подается она соусом клубничным. Тоже делаем его сами. Тем временем учебный процесс отнимает много энергии. И в животах школьников уже слышится первое урчание. Осталось лишь дождаться звонка. Считают минуты до переменки и сами работники столовой. Они спешат накрыть столы и наполнить тарелки. Большая переменка – это повод пополнить силы на учебный день. К слову, нашему герою обед пришелся по вкусу. Да и кто откажется от чьей до котлетки? Вкусно. А что им это понравилось? Суп вкусный. Спасибо за внимание.